Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, какие танки Российской Федерации есть в игре War Thunder. А на данный момент там присутствует практически все, что есть у РФ на вооружении в реальности. И сразу обращаю ваше внимание, я буду рассказывать о реалиях этих танков в игре War Thunder. Писать, что вы служили где-то там в 90-лохматом году, и один из названных мной танков стрелял ядерными снарядами, а вы очевидец, и пробить его можно было разве что лазером из космоса, пожалуйста, не нужно. Так что только в War Thunder ограничиваемся лишь этой игрой и возможностями танков РФ из этого проекта. БМП-1. Боевая машина пехоты, которая должна была заниматься перевозкой грузов и, собственно, пехоты с последующей ее поддержкой в бою. В War Thunder никого и ничего перевозить нам не нужно, так что БМП стала просто легким танком, и воюет сейчас в основном с другими танками конца Второй мировой войны и времен Вьетнама. Эта техника выпускалась еще в СССР в 60-х годах, но перешла по наследству армии России. Конструкция БМП-1 максимально облегчена и должна защищать только от стрелкового оружия и мелких осколков. Казалось бы, плохая живучесть, но нет. В реалиях War Thunder танк часто танкует, так как снаряды проходят насквозь и не наносят какого-то существенного урона. С реализмом такое положение вещей ничего общего не имеет, но это и на руку БМП-водов. Танк умеет плавать, но это вам никак не пригодится в реалиях War Thunder. А вот подвижность в тему, и этот танк ее не лишен. Вооружение тут смешанное. Пушка, стреляющая 73-мм кумулятивными гранатами и установка ПТУР. Стрельба из пушки затрудняется плохой баллистикой и скоростью снарядов. Да еще и тем, что кумулятивная граната взводится об деревья и кусты, что тоже не реализм, а скорее реалии игры. Урон рандомен, но зато пробивает всех и вся, с чем воюет, да еще и приятная перезарядка в 5 секунд. Ну, Аптур хорошо управляется, довольно быстро летит и наносит значимые повреждения. Хоть для войны чисто против танков БМП-1 не создавался, но в War Thunder он при должной сноровке без проблем с этой задачей справляется. БМП-2. Как понятно из названия, следующая версия боевой машины пехоты, которая уже выпускалась в 80-х годах и, кстати, в отличие от первой БМП, уже на другом заводе. Главное отличие от первой версии, это не только тактическое бревно в виде спойлера, но и автоматическая стабилизированная 30-ти миллиметровая пушка, пришедшая на замену кумулятивным гранатам. Ужасающая скорострельность и возможность вести огонь даже по летающим целям, особенно по вертолетам, неплохо так залетает, так что тут есть свои плюсы. Но, теперь поражать прямо в лоб из основного орудия можно далеко не всех, так как пробития не хватает и теперь нужно всегда обходить в борт. Но, если что, ПТУР-конкурс на месте и всегда готов подсобить с пробитием всего и вся прямо в силуэт. Отличный и, как говорят в тундре, фановый танк для фланговых маневров. Кочешь золотые орлы? Подпишись, нажми на колокольчик, поставь лайки, оставь комментарий с актуальным ником, участвуй в розыгрыше и побеждай. А в прошлый раз тысячу золотых орлов получает Игорь. Поздравляем! БМП-3. Третья версия БМП, поступившая в войска СССР аж в 1987 году. А впоследствии она досталась и России. Тут уже произошли куда более глобальные изменения в конструкции, а также в плане вооружения. БМП-3 выше и малость габаритнее предшественников. Если предыдущие танки этой серии имели форму некой лодки на кусинице, то этот легкий танк больше похож на коробочку. По скоростным характеристикам особо ничего не поменялось. Танк как был достаточно подвижным, так и остался. Появилась, кстати, здесь гидропневматическая подвеска. БМП-3 может менять клиренс и наклоняться в разные стороны, что в реалиях War Thunder не более чем прикольная возможность. 30-ти миллиметровая автопушка здесь немного другая. Можно сказать, что она немного деграднула, потеряв в темпе стрельбы. Поверьте мне, разница существенная. Вторая БМП сбривала в борт за 1-2 секунды на любую цель, а тут, ну, как повезет. Прицел обзавелся лучшим приближением и тепловизором для быстрого обнаружения противника. Пусковую установку конкурс заменила гладкоствольная 100-мм пушка с возможностью стрелять ракетой Аркан с тандемом против динамической защиты. Ракета летит быстрее и еще лучше управляется, чем на БМП-1 или 2, но значительно утратила в уроне и в перезарядке, что на самом деле важно. А еще БМП-3 чаще попадает к более серьезным и продвинутым противникам, чем ее предшественники. Танк утратил урон и перезарядку к турам, да еще и потерял скорострельность автопушки. Эти факторы ставят БМП-3 не в самую лучшую позицию с точки зрения эффективности в игре War Thunder. БМД-4. Боевая машина десанта. Эта бронетехника в реале имеет схожие функции с БМП, но именно БМД могут десантировать самолеты вместе с десантниками. Для этой особой задачи нужна компактная и легкая техника, что мы здесь с вами и наблюдаем. БМД-4 Ракушка поступила в войска РФ в 2015 году, можно сказать новинка. А вооружение схожее с БМП-3. Автопушка и гладкоствольная пушка. Но Ракушки подтянули скорость перезарядки ПТУРА, хотя и дали всего 4 выстрела. А также увеличили скорость наводки башни до немыслимых 60 градусов в секунду на топовом экипаже. Благодаря такому тюнингу вести бой на БМД-4 в разы приятнее, чем на БМП-3. А меньший по размеру корпус дал Ракушке еще и преимущество по скорости. Танк очень шустрый. На нем можно на скорую руку залететь в стан врага и наносить неожиданные удары оттуда, откуда и не ждали. Отличный танк, но к сожалению доступен только на бирже и продается где-то за 50 долларов на момент записи. БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок». Это уже российская модификация БМП-2 2020 года, если быть точнее. Легкий танк получил небольшое усиление двигателя и новую башню с многообещающими возможностями. Противопехотный грантомет АГС-30, думаю, можно упустить, с него танк в Артандре все равно не убить. А вот улучшение скорости наводки пошло ему на пользу. Появился тепловизор и новые ракеты, сразу, кстати, 4 птура в башне и один за другим можно их выпускать. С тандемом и пробитием 1200 мм. А этого достаточно, чтобы поражать в лоб любой танк в игре. Да, еще и урон им завезли. Противники БМП-2М его не жалуют, они сильны, но даже с учетом того, что БМП не создавалось для прямого боя против танков, держится танк хорошо, храбро и если вести бой аккуратно от флангов, то БМП-2М способен порадовать владельца даже набитой ядеркой. А доступен этот танк как трофей за участие в активном полку. Короче, полковая техника. Т-72А. Основной боевой танк, принятый на вооружение СССР в 1973 году. И он до сих пор находится на вооружении РФ, правда, не в передовых частях. На момент появления, скорее всего, был грозным противником в реале. Но сейчас в Вартандере это скорее дряхлый дед, который не способен конкурировать с молодняком. 72-ка проигрывает конкурентам в подвижности, а что самое печальное, не имеет нормальной скорости назад. И в момент, когда нужно отъехать, чтобы сохранить танк и не получить ответку, сделать это невозможно. Броня что-то может издержать, но все уже давно научились 72-ку пробивать, а живучесть танка на нуле. Практически любое пробитие сулит подрывом БК. Пушк 125-ка с автоматом заряжания. Вот только наносить хороший урон, она отказывается. Танк испытывает проблемы со скоростью наведения, то есть прицеливания орудием. Причем как в горизонте, так и по вертикали. Тепловизора прицелей нет, в то время, когда все, против кого ты воюешь, уже давно им обзавелись. Танк устарел и по сути корм для быстрых и с теплоками западных танков. Т-72Б 1985 года выпуска. Попытка усилить бронезащиту танка Т-72 путем установки на него динамической защиты Контакт-1 против кумулятивов. Но по иронии судьбы, в реалиях Вар Тандера кумулятивами в Т-72 никто стрелять не будет, тут уже ломы рулят. Но после добавления механики объемных снарядов, динамическая защита помогает танковать кинетические боеприпасы. Чего в случае Контакт-1 в реальности, конечно же, делать не должна. Но, как и. Защищенность танка Т-72 по факту возросла. А в придачу ему усилили двигатели и дали новый снаряд Манго, который имеет сносный урон и пробой. А вот теплока все еще нет, как и необходимой на топах скорости назад. Танк в целом слабоватый. Он, конечно, играется немного лучше, чем его предшественник Т-72А, но в целом я не рекомендую. Т-72Б 1989 года. Это все та же Т-72Б, но с новой динамической защитой Контакт-5 против кумулятивов и уже ломов. К сожалению, в случае этого танка усиление бронезащиты никак не лечит критические болячки, а враги становятся все совершенней и совершенней. Устаревший танк, который разработчик Вартандера закинул как-то вот слишком высоко по боевому рейтингу. Чтобы эффективно применять Т-72Б 1989 года, против тебя должны воевать на бромсах те, кто вот как-то сами хотят тебе проиграть. Т-90А. Это уже российский ОБТ, хоть и является он глубокой модернизацией танка Т-72Б. С нулевых по 2010 год Т-90 был самым продаваемым танком в мире. 90-тик, в отличие от 72-ки, получил 1000-сильный двигатель, тепловизор, прицелить даже новый снаряд-свинец, который все же проигрывает аналогичным натовским снарядам. Не только в бронепробитии, что не так важно, но и в наносимом уроне. А вот это проблема. Как и то, что ни одну болячку танка Т-72 на танке Т-90А не исправили для реалий игры Вартандер. Все те же уязвимые зоны, отсутствие заднего хода, плохая скорость прицеливания и минимальная живучесть. А те самые знаменитые красные глазки, то есть прожекторы активной защиты штора, оказываются в реальности не светятся как на картинках. Короче, происки рекламы. Да и сама активная защита, рассчитанная сбивать с точки прицеливания вражеские птуры, по сути бесполезна, так как в игре Вартандер по вам птурами стрелять не будут, ибо они попросту бесполезны. Т-72Б3. Крайняя российская модификация танка Т-72 2016 года. И сразу говорю, проблему заднего хода и плохой живучести, к сожалению, так и не исправили. Но танк обзавелся вменяемой скоростью наводки орудия, прям как на западных танках. Получил улучшенный двигатель и едет вперед очень даже неплохо. В лоб танк защищает динамическая защита Контакт-5, как корпус, так и башню, а борт немножечко прикрыт динамической защитой Реликт, чтобы вражеский снаряд куда хуже заходил борт под углом. И это все же иногда спасает. Скажу вам так, это реально лучший танк среди всего семейства Т-72 и Т-90 Вартандере. Но все еще без заднего хода и из-за рандомного урона по натотанкам, а также низкой, живучести не является универсальным ОБТ для игры в War Thunder. Т-80У. Советский ОБТ 1985 года выпуска, перешедший в российскую армию. 80-я серия самая быстрая среди танков России. Благодаря газотурбинному двигателю этот танк не просто идет на ровне с конкурентами, а он их обгоняет. К сожалению, есть и минус, это свист, газотурбинки. В игре его очень сильно и далеко слышно, и он вас выдает. Хотя, в реальности, в принципе, любой танк слышно очень хорошо и очень далеко, в отличие от War Thunder. А, ну еще он умеет ехать назад. Конечно, танки НАТО выдают результаты получше, но отъехать в 80-ка может, и это уже радует. Броня, к сожалению, здесь хуже, чем на Т-90. Этот танк спокойно может быть уничтожен в невыязвимые места, а они для советской школы все те же, а банально в силуэт. Да и живучесть тоже говно. Тепловизор в реальности на этом танке не стоял, но в War Thunder он есть, хотя, если говорить за реалии российской армии 2020 года, возможно, его туда уже всунули. Т-80У хорош для командной игры, особенно для такого массового прорыва и раша, когда все на 80-ках и продавливают направление. Такую резкую и быструю атаку очень сложно остановить, но в реалиях War Thunder это редкость. Все в основном кемпят, а значит преимущества 80-ки не раскрываются, но и танк получается среднячок. И последняя глубокая модернизация 80-ки. Т-80 БВМ является главным топом для ветки СССР России в игре War Thunder и одним из самых современных танков в игре. В 2020 году он появился в армии России, если что. Вот он, лучший танк РФ в игре War Thunder, объединивший в себе скорость благодаря газотурбинному двигателю, быструю наводку башни, как у танков НАТО, снаряду, который пробивает, то есть свинцу, топовому тепловизору и динамической защите Relief, как во лбу, так и по бортам танка. По сути, это единственный поздний танк России, способный наравне вести бой с танками западных стран на данный момент в игре. Как итог, могу сказать, что серия легких танков БМП играбельна и преподносит вам, как игроку, уникальный геймплей. Главное понять, что нужно фланговать и птурить, а не рашить в лоб. Но поздние ОБТ, конечно, могут разочаровать. Они имеют болезнь, так сказать, от производителя, это не лучшая компоновка и плохой задний ход. А также неприятный сюрприз от разработчика игры, а именно отсутствие вменяемого урона от 125-ти миллиметровой пушки и завышенные боевые рейтинги, которые приводят к тому, что куда более совершенные натотанки воюют с устаревшими 72-ками. На этом мой рассказ у сё. Надеюсь, никто из вас не скатился в политические споры где-то там в комментариях. А я вам желаю счастья, здоровья и мира. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok